Вы слушаете Радио Болтком. Утро на Болткоме. Ну что, утро уже, можно сказать, солнышко взошло, и полным ходом мы движемся к большим выходным. Уже взошло, взошло, и у нас гость из культурной среды, тем более приближается действительно большой концерт, участником которого он и является, Сергей Бабкин, музыкант и экс-участник группы «Пятница». Здравствуйте, Сергей. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, ребятки. Доброе утро. Что за концерт, о котором мы говорим? 23 апреля, Арина Ригл, благотворительный концерт «Добрый вечер» мы из Украины с участием украинских звезд. Во-первых, Сергей, конечно же, Бабкин там будет выступать, ну и всякие Монатики, Дорофеева и так далее. Но главное, что будет Сергей Бабкин. Спасибо, Сергей, что нашли время выйти с нами на связь. Да, может быть, несколько слов о самом мероприятии, каким образом, ну вот, мы получили приглашение, часто ли удается выступать сейчас с концертами, учитывая вот этот все драматизм этой ситуации. Ну и мы так понимаем, что это целая серия концертов. Вы прямо этим коллективом переезжаете и везде даете? Или как это происходит? Да, 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 да. Это первая, скажем, проба такая, да, которая произошла совершенно случайно, хотя ничего случайного не происходит, я так живу с этим утверждением. Вот. Мы выехали с семьей, и у нас много здесь поселились в доме, 16 человек, дети, коты, собаки. И здесь, это в Германии, да? Конечно, хотелось же, сразу же у меня мысль была, что я не буду здесь сидеть просто так, я буду каким-то образом работать. Ну, наверное, хотелось бы, конечно, по прямой своей специализации работать. И играть благотворительные концерты, собирать деньги, отправлять их домой на нужды, потому что там нужды очень много. Кому нужно помогать, очень много всего. Вот. И потом вдруг мы списались, написала мне Лена Кровец, Сережа, как ты, где ты? Я говорю, все хорошо, все в порядке, а ты где? Я вот здесь, мы приехали в Данск, мы в Польше, мы под Мюнхеном. Вот. Слушай, такая есть идея. Вот. И от нее поступила эта идея, что, говорит, давай, ну, те, кто выехали, те, кто здесь, кого получилось, да, нас немного, вот, давайте соберемся, и мы можем сделать какую-то сборную такую композицию, и тем самым, то есть, ну, мы будем работать, не сидеть просто просиживать все это время, да, и как-то бороться в информационном там фронте, а реально будем делать благое дело и отправлять все нужды на дому. И есть. На фонд, конкретно Маши в России, допустим, фонд Маша, Игорю Ласточкину. Я говорю, я за, Длина, я только за. Давай, когда, когда, что скажешь, что нужно делать? Вот. И она сказала, что у нас будет, будет Дима Монатик, будет Джерри Хейл, будет Алина Паш, будут стендаперы, будет она со своей программой, она будет вести с... Господи, боже мой. Она будет вести, она будет вести, она будет вести не одна, а с коллегой. Вести в паре, боже, все. Это мне утро, мне... Давайте, могу предположить, Максим Коновал, Савьян, Юрий Карагодин, Евгений Сморыгин, Дмитрий Танкович. Это все участники. Да! Дима Итанковича! Дима, я как знал, я как знал. Конечно, да, да, вы как знали, точно. Вот, и мы сыграли уже 4 концерта в Польше, 3 в Варшаве, 1-го 1, 2-го апреля 1, 2-го апреля 2, и 3-го апреля в Ворсове. И продолжаем дальше. Вот, наша география растет, и вот скоро будем у вас, и так далее. Потом будет Германия еще, я знаю, и что-то, может, будет потом еще и дальше. Дай бог. А у нас, легко предположить публику, что касается Германии, что касается Польши, кто там приходит на этот сборный концерт? Это диаспора, это местные жители? Украинцы. То есть это в основном украинская аудитория, да, получается? Да, ну, в основном, конечно, в полной своей мере, скажем так. Хотя мне кажется, что у нас в Латвии здесь, ну, будут все, наверное, национальности, да, все. Я бы тому сказал, что понятно, кто придет у нас. У нас будут все. Тем более такой интересный звездный состав, и впервые соединились и комики, и стендаперы, и известнейшие музыканты украинские. А, Сергей, не могу не задать этот вопрос все-таки. Если заденет, прошу прощения, сразу. Я не хочу задеть, но, тем не менее. Известная история. Вы с семьей уехали в Германию и сразу получили уши от критики. Мол, вот кинул, уехал, спрятался. Да, я знаю. Как вы обычно на это отвечаете? Как вы реагируете? Ну, я не отвечаю, не реагирую. Я просто редко, когда, честно говоря, захожу в комментарии, да, под постом, допустим, который выложил, да, и вот читаю, листаю и читаю все. Ну, это бывает так редко, очень редко. Ну, если, допустим, я нахожу какие-то комментарии, может быть, там, я отвечу. Ну, если честно, наверное, чаще я благодарю, да, нежели я вступаю в какую-то дискуссию и начинаю там отстаивать свои права, свою какую-то, ну, защищать себя как-то. Нет. Больше благодарю, благодарю, спасибо большое. Если кто-то с тем не согласен, ну, я там могу написать, что, ну, ваше право, вы имеете полное право на свой голос, вы имеете право на такую мысль. Вот, я не буду вас переубеждать в этом. Ну, то есть, вот такие вот, в таком настрое я отвечаю. Ну, опять же, вы же не просто так не уехали, не скрылись, не спрятались. Вы действительно работаете по специальности и выступаете как раз на этих концертах. Я писал, я отец трех несовершеннолетних детей, да, ничего против закона я не делал, да, это закон, есть такой закон. Отец трех несовершеннолетних детей имеет право выезжать. Вот. Я не бежал, я вывозил семью, у меня их тут много. Я один мужчина, здесь 16 человек, среди них я один взрослый мужчина. Остальные все это девочки, девушки, женщины, бабушка, собаки, коты. Как вы справляетесь вообще с этим хозяйством? Мой самый маленький человечек, которому 2 и 10 будет 18 апреля, я как бы с ним, получается, большую часть, постоянно, в принципе, большую, да, наверное, всю часть времени, я как бородатый няня какой-то с ним. Мне это нравится, я это люблю, получаю удовольствие. И, ну, кроме меня, получается, он так никого, ни с кем не... Никого, скажем, не слушает, что ли, да, как меня. У нас с ним очень хороший тендент, такой контакт, и... Ну, так как-то получилось. Вот. А с другой стороны еще бывает, ну, Снежка, супруга моя, да, Сарана Бабкина, она как-то ответила на какое-то такое же письмо гневное, типа, да вот что, вот вы, или то ли под постом там где этот концерт, не помню уже как, что вы там дра-ля-ля, опять, ну, что-то там такое, что вы убежали, что это опять те концерты, кому это надо, все такое. И она написала, что да, то есть вы хотите, чтобы... Он вернулся, допустим, да, и взял в руки автомат, да, и ходил по... Домбушин, по Харькову, в Тарабороне, и ходил по городу изо дня в день смотрел на... Ну, то есть в этом будет польза для страны, для армии от меня, лично от меня. Думаю, что нет. А то, что делаю я, не просиживаю штанки. Что делаете конкретно вы? Ну, она написала. А вы что конкретно делаете? Вот он, допустим, играет сейчас в концерты сборные, потом будет играть свои сольные концерты, квартирники, но это непонятно, здесь непонятно, что это квартирники, а акустический вечер, сольный, где я один с гитарой, в основном это беседа, общение, это самое главное в этом вечере. Песни, да, песни, но это на втором месте, скажем так. Прежде всего, это встреча. Вот, на сольных тоже буду собирать, тоже буду все отправлять домой, в Украину. Я думаю, что это помощь? Да, думаю, что да. Я делаю то, что умею, то, что люблю, и тем самым еще помогаю своей стране. Мне кажется, что я делаю все правильно. Если получилось у меня, допустим, выехать, то, ну, хвала Господу, спасибо Боже, что дал такую возможность, человек как-то заслужил, что он смог выехать и отвезти в безопасность всех своих родных, близких, и быть с ними тоже. Потому что сам я без них, ну, я не смогу, они без меня тоже не смогут. Ну, то есть, это уже второй момент, такая лирика. Вот. Случилось так и случилось. Сергей, в 2003 году, почти 20 лет назад, вышла известнейшая песня «Солдат». Она, получается, сейчас получила второе рождение, к сожалению. Да. Вам пришлось текст поменять? Да. Да, захотелось. Захотелось. Это, опять же, это касательно только лишь меня. Меня. Это, то есть, это песня группы «Пятница», да, и, то есть, «Пятничная», та версия, которая была у «Пятницы», она и есть у «Пятницы». Это «Пятничная». Вот оригинальный солдат, которого там все знают, слышали. Этот солдат к тому не имеет никакого отношения. То есть, их «Пятница» не имеет отношения. Это мое. Это Сергей Бабкин, вот, я же есть тоже «Пятница». взял, переделал, потому что, ну, потому что это что-то откликнуло, что-то зазвучало. Это не было таким, знаете, сесть так, и начались какие-то думы-думы, скрижетание мозга, что же такое сделать, что же так бы сделать. О, может, солдата переделать. Такого же не было. Оно просто, оно просто как всегда, как песни, как все, как творчество, как идея, как вдохновение, оно приходит. Оно приходит, тебе это подают, вот, и ты это услышал, если ты можешь слышать, ты услышал, опа, и тебя срезонировало, и понял, что да, это нужно делать. Значит, нужно это делать. Сейчас, значит, сейчас это нужно. И я считаю, честно, для себя самого, и считаю, что эта песня, ну, вот сегодня, это, ну, может быть, гимн, это очень громко, не хотелось бы, ну, песня, ЗСУ, да, пускай будет песня, Збройных сил Украины. Да, Сергей, а скажите, вот в 70-е годы действительно люди верили, что музыка способна изменить мир, и опять-таки, Джон Леннон пел, вот, Imagine, и в какой-то момент пришло разочарование в этом, вот сейчас, как вы считаете, музыканты, что могут сделать, могут ли они поменять сознание людей, могут ли они своим каким-то моральным авторитетом, убедить людей? Могут, могут, и Леннон прав, и все, кто так считали, тоже правы, но это касательно тех людей, которые способны слышать, понимаете, которые способны чувствовать, и вот эти все слова, которые я сейчас говорю, слышать, чувствовать, это не какие-то красивые слова, или из моего рта, какого-то красивого изречения, вот такого артиста, который, да, сам пишет, вот как это, слышать, чувствовать, тонкая натура там какая-то, нет, это действительно так, и таких людей очень много, и такие люди меняются, и такие люди способны менять себя, и способны менять свой внутренний мир, прежде всего, а потом свое окружение, то есть, другие круги, они способны это делать, но вот это касательно таких людей, те люди, те люди, которые, ну, ничего не слышат, да, как три обезьянки, не слышу, не вижу, ничего не скажу, ну, сори, сори, там нет, хоть какие песни ты не пой, которые будут, не знаю, пробивать стены тебе, или там наоборот, вычищать всю грязь, делать чистоту, ничего ты не сделаешь с ними, они просто, ну, они не слушают таких песен, они никогда их не слышали, и слышать не будут, они не способны услышать их, вот и все, поэтому мир таких людей, песня и музыка изменить не сможет. Как вы думаете, вот эта ситуация, которая сейчас сложилась, вот эмиграция, в которой оказались огромнейшее количество людей, вот с Украины, когда они смогут вернуться, и, ну, вот просто у нас на сайте было интервью Арестовича, который, в частности, давал такой печальный прогноз, он говорил, что, скорее всего, это будет, ну, действительно очень долгое, долгое противостояние, долгая война, и те люди, которые, ну, хотят жить вне этой войны, скорее всего, не смогут вернуться. Вот вы видите вот себя за пределами Украины, или вот в этой ситуации, или это все-таки какой-то временный вариант, отъезд, я имею в виду? Я, я считаю, что временный, я верю, что временный, я всегда говорю, скоро, использую именно это слово, скоро мы вернемся домой, скоро все это закончится, победа уже близко, так я говорю каждый день, мы так говорим друг другу, мы в это верим, мы делаем все возможное от нас, зависящее для этого. Все наши друзья, которые остались в Украине, конкретно в Харькове, все, кто у кого получилось выиграть, все не сидят сложа руки, все работают, все приближают победу. Я не могу делать прогноз, потому что я не военный аналитик, далеко-далеко не он. Поэтому у меня лишь только вера, молитва и действия, конкретные действия. я бы хотел жить дома, я очень хочу домой, как и все мои родные, с кем мы рядом здесь, все хотим домой, и как можно скорее. Мы не хотим жить за пределами нашей страны, мы хотим жить в своей стране, мы хотим жить в своем городе, в своем доме. Ощущают ли украинцы себя сейчас больше принадлежность к Европе, поскольку действительно это как-то очень обострило эту ситуацию, то, что мне кажется, что сейчас украинцы, которые живут, борются за свою свободу, они чувствуют какое-то, ну, я не знаю, единение вот со всей Европы, поскольку все стараются помочь Украине. Да, это фантастика, это просто, ну, так же, как никто из нас не мог представить то, что началось 24 февраля, это не укладывается в твоем разуме, в каких-то даже самых страшных фантазиях, ты не мог себе этого представить, ты это, это не должно было произойти в твоей жизни, на твоем пути, не знаю, когда-то может быть, когда-то потом, не скоро, но не сейчас. Вот. И слова тоже, которые, ну, я много работаю, я работаю со словом, я люблю слово, да, я всю жизнь работаю со словом, мне интересно докопаться до того слова, до самого правильного, которое опишет, сможет описать то, о чем я хочу сказать, то, о чем я думаю, потому что очень часто мы не можем найти слова. Поэтому, а сейчас вот то, что происходит, я не могу найти слова, я не могу подобрать слова, мне хочется описать, а они все какие-то очень, очень ограниченные, мне кажется, что у меня прям нету запаса такого слова, я очень, может быть, не находятся. Вот, Мак, да, сейчас пришел на помощь, вот, который кратко описывает, вот, но к чему я это говорю? Я говорю, что и представить такую помощь от всего мира я тоже не мог. Это просто фантастика, это настолько, это настолько, блин, какое же слово это тоже сказать, это счастье, да, это настолько радостно, и такая близость, такая вдруг, какая-то родственность, да, хотя казалось бы, с чего вдруг, ну, то есть, нас разделяют такие тысячи, десятки километров, и мы как бы, ну, совершенно разные люди, но, да, как я начал писать одно там стихотворение маленькое, первые строчки там были, беды сближают, горе роднит, да, куда бы мы им ни бежали, не угасли, потому что там родник, не помню уже, вот, поэтому, да, помогают очень сильно, очень сильно, Европа, Америка, да, по большей части весь мир очень помогает и поддерживает, ну, кто как может, кто даже от того, что кто-то просто с флажком, да, сделает фотографию, я не знаю, в Австралии, да, это тоже, это тоже помощь, это тоже сигнал, это тоже посыл, это тоже фиолетовый лучик в нашу сторону, который все, все, все вместе это дает силу. Я думаю, что очень много, действительно, русских в Латвии тоже поддерживают борьбу Украины, я знаю многих людей, которые работали волонтерами в Центре помощи украинским беженцам, поэтому, я думаю, что будет много их и на концерте 23 апреля, 23 апреля, один из способов помочь и поддержать, который упомянул Сергей Бабкин, это вот этот концерт «Добрый вечер, мы из Украины», на нем выступят известные певцы и комики, и помимо Сергея Бабкина, гости нашего эфира, это и Монатик, и Дорофеева, и другие исполнители, а также участники юмористических, если уместно сейчас еще продолжать про юмор, какой-то говорить, проекта «Вечерние кварталы», дизель-шоу, все они встретятся в арене Рига 23 апреля. Сергей, огромное спасибо, что были с нами. Спасибо. Дай Бог, чтобы война как можно скорее закончилась, и мы пообщались еще раз уже в другой атмосфере, в другой обстановке, миру мир. До свидания. Все будет хорошо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова